Девушки отдыхают А сейчас небольшое объявление Мы перезапустили наш телеграм-канал, а также создали сообщество во Вконтакте, куда заливаем все наши видео Обещаем, там будет даже интереснее, чем здесь Так что обязательно подписывайтесь, ссылки в описании Я не знаю в какой он комнате, в красной или в синей Но будешь ли ты еще здесь тогда и представь, вот вы встретитесь с ним, что-то будет или ничего не будет Я думаю, разберемся уже, когда встретимся Там посмотрим Ну нормально же, ты мне еще довезли? Нет, я говорю, разберемся, что будет Может что-то будет, может что-то не будет Не знаю я Увидим Кто твой соперник? Ну я думаю, ИСИ должен сказать Сегодня А сегодня? Не, я спрашиваю Когда-то они объявят? Объявят, я знаю, да Какая дата? Дата? Ну я думаю, ИСИ тоже должен объявить А месяц? Скоро, скоро уже начали подготовку Ну ты чисто секундировать сейчас в Грозно приехал Или переговоры какие-то? Нет, не секундировать Просто Егор попросил Уже на месте просекундировал Я приехал там отсняться Фотосъемки, интервью Именно для Гран-при Как вы, ИСИ объявили? Восстанавливаюсь, хорошо Начал тренировки Пошел Вроде все хорошо Получается Вот уже, видите, подбили меня Два дня тренировок в Осетии И уже все Минус рука Минус палец точно А ты сейчас вот То есть на сборе в Осетии находишься И долго там еще будет? Три недели еще Еще три недели, да Это значит, что соперник Борез или нет? Это значит, что просто я Чтобы я долго не тренировался Из-за травмы У меня грудь порвана И чтобы от всего отвлечься Я решил уехать Туда, где нет друзей Нет знакомых Ну там друзья есть Именно спортсмены Чтобы только тренировки И все Он иностранец, твой соперник? Ну если я скажу, кто На самом полете Кто сейчас будет вместо соперника? Кстати, не знаю Там два варианта В данное время Россиянин или иностранец? Да Или него Россиян либо Ну в общем будет интересно Но я думаю, что Наверное сегодня Это было логично Я думаю, что варианты Оба хорошие Ага Что думаешь, кстати Насчет боя Хакрана Диоса и Юсу Фраисова? Ну мы узнаем Кто функционально лучше готов Потому что Бои будут равны И я думаю Решится все В крайних раундах В четвертом, пятом раунде Я думаю Так все будет Ну если честно После последнего боя С Абдул-Азизовым Я ставлю на Хакрана Почему-то Ну процентов 60 Что выиграет Хакрана Я думаю Слушай, а почему Настолько серьезное впечатление На тебя произвел? Ну да Пять раундов Он дышал в одном темпе И в принципе Он как первый Так и пятый работал Ну проколируйте Мы проколируем Вау political Абдул-Азизов Пять раунд Абдул Осет Вау Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и отправляется в полуфинал Гран-при в лёгком весе. Your winner by unanimous decision and goes to semi-final lightweight Grand Prix Юсуф Барс Раиса! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть такое желание, чтобы дойти до финала и чтобы там соперником был именно Артём? Я больше хотел бы побиться с Дави Рамосом, он мне больше нравится как соперник. Он такой хороший боец, я его хорошо знаю. А так, у меня предстоит ещё один поединок до той сетки. Мне нужно выиграть следующий бой. Тём, ты бой Юсуфа и Хакрана Диоса прямо из первого ряда смотрел? Да, из первого ряда, да. Ну, хороший бой, интересный. Склонялись в каждом раунде, кто-то забирал инициативу. В итоге пятый был за Раисом, и я думаю, справедливо он победил. Ну, такая борцовская схватка в основном. Яска, да, то есть тактически они пытались переиграть друг друга. Как себя Юсуф проявил в Украпленном? Ну, он функционально был готов на пять раундов. Проявил себя хорошо, мне кажется. Вопросы были в функционалке, именно в пяти раундах в боях, и он показал нормально. А теперь получается, Юсуф он встретится или с Вартаняном, или с Луисом Пенеем. Да. Что думаешь, что он будет? Ну, посмотрим, в какой форме подойдёт Вартанян. Очень хороший бой будет. Луису Пенеем зря недооценивают, я думаю, серьёзный соперник. Посмотрим. После этого боя уже видно будет. Слушай, вот смотри, ты сейчас, получается, переподписал контракт с СЕЙ? На Гран-при. На Гран-при, чисто. То есть, Гран-при заканчивается, и, соответственно, ты с собой наден сразу, или как? Да, с собой наден. Даже если, ну, мы, конечно, надеемся, что всё хорошо будет, то есть, даже если это один бой будет Гран-при. Ну, я надеюсь, что всё-таки три будет боя. Ну, да, я с собой наден, там посмотрим. Потом с ИСи, может, договорить, может, другую лигу, я не знаю. Обидно. У ИСи, в принципе, сейчас хороший состав, и я думаю, они могут сделать крутые бои для зрителей. Твой личный интерес, с кем подраться в этом Гран-при? Ну, то есть, ну, понятно, что ты сейчас нам скажешь, что все крутые бойцы и всё такое, но есть кто-то, с кем ты хотел бы попробовать, там, север-юг провернуть на ком-то, я не знаю. Ну, мне, честно говоря, я даже не знаю, с кем сказать, потому что иностранцы хорошие бойцы, интересные, да? И Багов, Вартанян, очень интересные бойцы, и реванш с Лисом тоже. Я думаю, любой бой, который поставят, он для зрителей будет интереснее, и для меня будет тоже. Ну, многим интересно проверить, чья борьба лучше, Багова или твоя? Вот, это один из самых интересных боев для меня, потому что мне это больше всего интересно. Я сказал, что, если бы сказали, бой твоей мечты, просто бой мечты, неизвестно, если бы я сказал, Багов, я думаю, это был бы самый заголовок. Ты чувствуешь, кстати, что ты прогрессируешь в грэпплинге? Да, я чувствую, я занимаюсь грэпплингом, уже долгое время выступаю, я боролся на турнире, где, ну, много было сильных борцов, черные и коричневые пояса боролись, и я ушел в финал, а в финале с другом мы разделили медаль. То есть, я выступаю по грэпплингу и прогрессирую. Ну, вот смотри, наверное, у всех болельщиков, кто следит за твоей карьерой, я думаю, все думают, что Север-юг – это реально твоя фишка, а ты сам это свои фишки считаешь, или это просто в боях так получается? Каждую тренировку, я, ну, не буду, не знаю, даже хвалиться неудобно, что ли, я прихожу на грэпплинг, и у меня минимум за схватку 5 Север-югов бывает, ну, заразных. Каждый день, абсолютно, именно по грэпплингу, то есть, я постоянно его делаю. Вот на твой взгляд, вот если брать… По грэпплингу у меня 6 побед Север-юга. Мы не объявляем бой Артема Резникова, вот он буквально приехал сюда, к нам, как вы знаете, у него была травма. У него была травма, по-моему, надрыв мышцы грудной, если я не ошибаюсь, правой. Поэтому не объявляем бой, потому что нам надо утвердить эту дату боя, чтобы мы были уверены, что Артем залечит эту травму. Потому что мы предварительно разговаривали, он сейчас приехал, попросил бой отодвинуть свой дальше, по времени. Мы пошли на встречу, отодвинули с его соперником, все решили, в ближайшее время это все будет объявлено, вместе с датой. Но соперника вы сейчас можете назвать? Да нет, давайте мы его объявим с официальных сетей. Физиевская, не знаю. Ван Даму? Да. Ван Даму, да. Ван Даму, ты оденешь. Блин, не хуже, не хуже, короче, я хуже. Да ну, не есть. Как вас зовут? Работаем. Когда солнце стоит прям над головой, наполняя цветы и даря тепло, Громкий гул принесется за детворой, ветром с моря гонимой назад домой. По ночам мне снится вся красота, что в Дагестане, и вечно буду я молиться за твой покой и процветание. Ага, вернуться птицей и прилететь тебе на вечер. От суеты, я знаю, что мне станет. Нет 더 dates? Нет, нет. Станет, станет. И не случайно тогда сошли звезды, но к чаю базарец родился в грозном, теперь по жизни чеки делай красиво, ты слышишь это Кавказ, Ахмат сила. Ахмат сила. Ахмат сила. Ахмат сила. Хорошее ощущение, но тем не менее грустно, что так происходит в нашем вере, беспорядки. Я хочу этот бой посетить нашим бойцам, которые участвуют на боевом дежурстве. На боевом дежурстве, да, нашим братьям, Украине, которые, пусть хранит их Аллах, Ахмат сила, Россия вперед. Опиши момент с нокаутом. Ну, честно, не хотелось так выиграть, потому что Расул большое имя в этом спорте. И два предыдущих боя он проиграл на каунте. А Расула я уважаю, хороший боец, там легенда российского ММА, можно сказать, мирового ММА. Так что при всем уважении получилось, как получилось. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и стал новым чемпионом мира, ACA, в легчайшем весе. Вы победите за unanimous decisión, и тогда вы победите, AC Пантом-Вейт, чемпион мира Олег Дамкрат Паркисов. Мы планировали, как все по плану пошло, ни на шаг назад не отступал, ни на шаг вбок не отступал от геймплана. Все по плану, не давал разрывать дистанцию, поджимал, постоянно раздергивал, прижимал. Почти три месяца над этим работали. И, кажется, Олег немного изменился как боец. То есть, это уже его, получается, третья победа подряд. Решением я раньше такого за ним не припомнил. Раньше были в основном суперяркие нога. Ну, сейчас последние три боя тоже с ним не подарки выходят, тоже нокаутеры. Поэтому, ну, как сказать, но... Сейчас такой возраст, что рисковать, наверное, не хочет. Поэтому так и дерется. Ну, мы увидели сейчас 37-летнего спортсмена, который показал высокий класс. Бибулатов тоже, ну, сколько ему лет там, ну, значительно помладше, чем он. Так, а что касается... И, как бы, тут, видите, класс, классом повыше оказался Олег. Потому что, ну, он сам говорил в интервью, кто мастерит, тот и выиграет. Ну, так и произошло. Что касается боя, раз в войне, стойте. Ну, честно, очень яркий был, конечно, для Дудаева победа. Вот он стоит. Первые слова после боя, знаете, какие у него были? Да, какие. Победа? Вот я дурак. А я ему тоже говорю, да, ты дурак, говорит. Пора заубраться в спортивном плане. Именно делать то, что говорят тренера, а не самовольничать. Это спорт, поэтому, как бы, я... А, он здесь, что ли? А я вас бегаю, что... Восстановится. Потуны уже авторитетные поезд имеют. Все уже не надежно. Кто не падает, тот не встает. Восстановится, придет сюда. Настроение я смотрю. Я загружаю. Слишком люблю играться. Загружаю. Я круг, когда чувствую, я не могу вас... Кошек из дома выгонишь, чтобы игры не прошли. что не нужно казалось что победа наш как истечение обстоятельства нет и нужен конечно ты всегда не говорит ничего мы рады за олега очень прекрасно он шел к этому очень долго и упорно на самом деле это очень сильно служит разу ты будешь выступать конечно учет это не значит у меня столько всего интересного что ждет скоро также буду ставить ведь потерпеть просто в обойме нужно быть отдыхающим наверное я думаю среди всех бойцов отличаешься своими физическими особенностями то есть большая мощная масса и так далее у нас олег богудинов сейчас он ушел и я помню что он потягивается очень много раз то есть 60 раз а высок раз ты вот раз подтягиваешься да он врет на и ладно слушайте но я с ним посоревнуюсь ладно и я давно на самом деле но я подтягиваюсь очень хорошо правда выход вот там а это гимнастике называется подъем между прочим подъем силой да я кстати я с ним зарублюсь давайте вот мы сделаем пари вот прямо здесь объявляем пари что мы на руку вот разрубайте кто больше сразу же пояс отдаю вы здесь какими судьбами то есть вы сегодня с каким бойцом я сегодня здесь с олегом борисовым то есть это ваш клиент так скажем я да просто идет просто не знал если сейчас смотрите по поводу андрея корешкова что теперь то будет с его боем то есть должен был быть поединок с полутейли в лондоне в мае он понятно был отменен что теперь но он отменен не был там были вопросы по визам которые удалось решить поэтому будем надеяться что на следующей неделе нам визу удастся получить ведь еще будет нормально тобой силе то есть именно в мае то есть как планировать все совершенно верно на английском турнире все стану курс будем ждать тогда раздельным решением судей одержал победу и остается бой получился упорный то есть дошло до раздельного решения какие вообще в целом впечатления и справедливо ли то что именно раздельно я думал что я выиграл не гласно но судим виднее главное выиграл бой конечно тяжелый бой получилось все думали что я буду бороться и я показал что я могу и бороться и могу и стойки биться с лучшими ударниками как-то поначалу там не получалось бороться но я был готов и к борьбе и работать стойки так как я базовый кикбоксер и все думали что я буду бороться а как то так вышло что базовый кикбоксер сумел так хорошо на борьбу перестроиться в чем секретом уборный труд днем и ночью пашу в зале так как но я люблю очень люблю бороться борьбу с детства любил бороться и поэтому получается то есть именно это сыграло они типа как подбойт у этих боксеров не нужно там по что бы то ни стало научиться бороться я здесь у любил борьбу просто выступал по кикбоксингу а так любил борьбу ну что теперь дальше что вообще то есть кто будет соперником предположительно ну допустим там али багов же сейчас по моему идет следующим получается пройти но он же ведь в гран-при участвует я думал что багов да с багом интереснее было сейчас он в гран-при не знаю сейчас месяц рамадан будь отдохну месяц рамадан и после месяца рамадан начну готовиться буду готов любому сопернику будет бою хамзата чимаева скоро какой прогноз вообще стилбертом бернс то есть очень серьезно конечно я буду болеть за брата уверен что он выиграет бой так как я знаю обзор то вместе тренировались именно в этом зале мы так что будем болеть за хамзата какая вот характеристика хамса так как бойца такая самая четкая чтобы я его помню вообще как-то даю все когда был более молодым у нас в зале вот на конкретный пахар так что и уверены в себе так что я думаю он выиграет сколько турниров до конца года я сейчас вот только что разговаривал с вашим коллегой я вам с уверенностью не могу сказать количество потому что мы вынуждены были пересмотреть сетку турнира мы сейчас берем паузу 21 мая и за это время объявим новую сетку турниру хотя бы до конца лета там будем смотреть но пока что могу сказать с полной уверенностью 800 цель цель такая же как было до этого то есть мы заявляли 16 турниров цель не меняется единственное меняется график турниров но я не исключаю что может быть турниров будет меньше не исключая тех условиях что сложились я уже сказал также вашему коллеги что в этом году у нас есть план вот мы провели совещание все турниры провести на территории российской федерации не выезжая за рубеж призовой фонд гран-при 800 тысяч долларов то есть один он остается неизменным то есть это один главный приз вы знаете вот сейчас сейчас я вам не хочу ввести вас заблуждение мы просто объявили тогда но я как помню у нас все что касается страны снг и россии мы со всеми бойцами контракты подписываем в рублях и только с иностранными спортсменами контракты подписываем доллара поэтому фонд может этот поменяться потому что они будут получать свои гонорарные деньги по контракту рубля и другие в долларах он может поменяться ввиду того что курс доллара по отношению трубы поменялся все может случиться возможно этот курс станет сейчас опять на место кстати сейчас никто не удивится сейчас есть проблемы с оплатой труда иностранных бойцов нет проблем лига свои обязательства выполняет бойцы пока что свои тоже